Что читает современная молодёжь и какова сила печатного слова сегодня? К очаговой имени Умара Алиева прошла читательская конференция студентов Института филологии с автором литературно-документальной книги «Кадар» Исламом Хубиевым. На встречу побывал Яхмат Халкичев. В последнее время сложился устойчивый стереотип о том, что современный читатель любит только лёгкую художественную литературу. Но атмосфера общения Ислама Хубиева, автора книги «Кадар» со студентами, доказала обратное. Студенты показали, что они любят, а самое главное – умеют читать то, что действительно трогает душу. Также будущие филологи, литераторы и журналисты делились своими впечатлениями и размышлениями о написанном и о судьбе, которая могла коснуться каждого. Это не вымышленные какие-то истории, это реальная жизнь реальных людей. И в этом, наверное, был смысл. Мне посчастливилось в жизни разговаривать и общаться с людьми, очевидцами тех событий, которые я описываю в своей книге. Самое главное – то, что это поколение, подрастающее поколение, они понимают, они чувствуют. И особенно было приятно то, что многие участники сегодняшнего мероприятия говорили о том, что они были все тронуты. Значит, эта тема, эта боль, она знакома для всех. Сам автор говорит, в книге сплетены два жанра – литературный и научный. В первой части автор через призму непростой судьбы своего отца Хазыра Узеировича передает своему читателю атмосферу и весь ужас сталинского лихолетия, когда целые народы можно было объявить неугодными. А во второй научной части архивные материалы и документы, подтверждающие то, о чем повествует автор в первой. Здесь научные статьи, посвященные изучению эпохи красного террора и реабилитации репрессированных народов. Меня тронули многие моменты, и я очень благодарна автору этой книги. Прежде всего, это простой слог, это абсолютная простота повествования. Вот в этой простоте можно было прочувствовать все. То есть не было никаких речей, которые бы не дошли до нас, как бы второкурсников, первокурсников. Все было просто и понятно. Вот понятно до боли, как говорится, наверное, вот этим. В книге многое о неприходящих ценностях. О том, какой бы бесчеловечной ни была ситуация, человечности терять нельзя. Автор говорит, важным было донести до своего читателя мысль, что пройдя сложнейшие испытания, нельзя озлобиться. Ведь чтобы вернуться в жизнь, нужно уметь прощать. Ахмед Талкищев, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск.